Коллеги, приветствую! С вами Александр. И на сегодняшнем обзоре мы разберем детально индекс доллара. Так как у нас на предстоящей торговой неделе, нас ожидается в среду, уровень инфляции по США. В связи с этим мы учитываем, как может повлиять движение цены после этой выхода новости и разберем точки входа в рынок на предстоящую торговую неделю. Так что обязательно подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, чтобы у вас как можно было больше тейк-проектов. Искренне вам желаю. Ну что же, перейдем к индексу доллара. У нас находится сейчас доллар. И думаю, многие помнят у нас, когда доллар у нас вчера, в пятницу, не вчера, а позавчера, давал хорошую реакцию. То есть у нас сейчас 4-х часов это iFrame. Вот этот обзор я подготавливал в своем телеграм-канале. Ой, на ютубе выпускал видеообзор. И мы там как раз рассматривали условия, что после пробоя у нас красного уровня сопротивления, то что цена у нас прорвет и дойдет до цели 104.27. Здесь предусматривали коррекцию. Я всех еще предупредил в телеграм-канале, что готовьтесь к коррекции, потому что рынок не мог и предъявить. Рынок у нас скорректировался сейчас. Теперь смотрите, что теперь следующее нас ждет. Здесь пока хорошие все серьезные такие звоночки на продолжение укрепления доллара. Сейчас мы с вами все детали обсудим. Начнем мы с такого именно с начала, как у нас строится у нас тренд. Видим у нас восходящий тренд, зеленый восходящий коридор. И вот наш коррекционный коридор, синий. И как мы видим, у нас цена выходит за рамки уровня сопротивления синего. И у нас прошлая недельная свеча, она по сути у нас закрылась за синим пунктирным уровнем сопротивления. Это является хорошим уже аргументом, то что рынок у нас по сути готов уже двигаться в сторону роста. Единственное, что конечно же меня смущает, то что это такие свечи доджи, прям как мы говорили с вами. Было бы прям вот закрытие красивой тела свечи, такой прям квадрата, прямоугольника, чтобы было видно невооруженным взглядом, что доллар прям показывает уверенную позицию на продолжение роста. Это было бы еще привлекательнее для всех покупателей. К сожалению, у нас были колебания в неделе, закрылся у нас доллар хорошим ростом, потом вернулся у нас. По этой причине у нас такая форма доджи появляется. О чем эта форма у нас показывает? Пока рынок еще будет наблюдать в следующей неделе. Особенно это логично, потому что у нас рынок будет ждать уровень инфляции по доллару. Тоже очень важную новость на уровне процентной ставки ФРС, если даже так вот брать. Бывает даже какими-то моментами привлекает игроков больше и движение более серьезное показывает. Так вот, пока цена у нас находится в рамках зеленого восходящего тренда, приоритетнее всего рассматривать сигналы именно на покупку. Данное условие у нас отлично показывает, как рынок с ним взаимодействует, за счет уровня сопротивления и поддержки. Мы видим, что цена у нас сейчас прямо находится в этой области. В связи с этим в рамках восходящего тренда мы пока видим приоритеты на рост. То есть мы видели, цена вышла впервые из синего пунктирного коррекционного коридора. Раз аргумент на рост. Второй аргумент, что мы находимся на дневном графике в восходящем тренде. Переходим на 4 часа. Смотрим, что у нас здесь. На 4 часа на это время у нас тоже отлично. Ну, уже более такая форма хорошего восходящего тренда. Больше свечей мы здесь видим. В принципе, у нас с пятницы тоже закрылось за красным уровнем сопротивления. Плюс у нас, ну, между так уровнями, конечно, хочется что-то врать, не очень так прям красиво. Что здесь нам ждать на следующей неделе? Даже вполне завтра. Как и раньше. Вот у нас было условие, что у нас должно тело свечи закрыться за уровнем 104. Ровно, либо 104.012. Этот же уровень я учитываю, что если все-таки у нас более такая спокойная свеча закрывается у нас за ним, это хорошее подтверждение, что цена у нас готова будет расти в этой ситуации. Расти будет в этой ситуации. Дальше рынок попробует повторить это условие 102.27. Это мы брали за основу, когда цена у нас также вот слева у нас шла в рост. Упирался в 104.012. И когда произошел пробой, цена дошла до 104.27. И от него рынок развернулся. То есть мы вот эту деталь уже разбирали. Далее. И вот когда рынок у нас прорвал уже 104.27, цена у нас дальше пошла вверх. То есть мы берем на основе ситуацию, которая уже у нас в прошлом была. То, что рынок, с которым взаимодействовал. А значит мы предусматриваем то, что это у нас повторится и в следующем у нас этапе. Вот. Так что, коллеги, смотрите, на понедельник я предусматриваю повтор ситуации, который у нас был в четверг. Здесь, коллеги, еще остатки простуды есть. И где-то такие вот шмыганье, к сожалению, сразу же предусматриваем. И пардон, как говорится. Вот. Всем сразу же попрошу за понимание и за полезный вам контент. Обязательно ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Это будет для меня отличной большой поддержкой, коллеги. Так что, кто подпишется, сразу же себе и карму хорошую сделает. И будет как можно больше тейк-профитов, как и на следующей неделе, так и в будущем. Спасибо за поддержку. Вот. В связи с этим я, в принципе, учитываю то, что у нас даже на часовике мы видим, что хорошее у нас подтверждение есть, да, пробои после у нас нон-фарма. Вот. И пробой 104.012 еще дополнительно подогреет игроков, чтобы снова протестировать вот этот момент. Но что я предусмотрю. Смотрите, вот у нас цена показала максимумы, да. Я даже немножко так вот сделаю. Дополнительный 104.35. Все равно отрицать мы не будем, потому что цена встретила хороший уровень сопротивления. Может ли рынок снова встретить, от него отскочиться? Вполне. А значит, дополнительным аргументом на продолжение роста как раз будет пробои на 104.35. Вполне даже часовика уже будет достаточно нам для подтверждения этой свечи. Ждем роста 104.60. После того, когда цена у нас пробьет уже максимальную точку, которая у нас была зафиксирована 2 апреля, это 104.75-104.80. Ждем роста уже к отметкам 105.18. То есть, предусматриваем дальнейшее движение вверх. После этого учитываем откат. Вполне на уровне 105.188-180. Аналогично еще учитываем то, что цена у нас может дойти до уровня сопротивления и от него тоже развернуться. Это вот важно отметить. Почему я строю и так детально мы разбираем линии тренда здесь на каждом нашем эфире, чтобы вы тоже их себе нарисовали. И чтобы у вас была четкая сформулированная картина на ваших уже графиках. Чтобы во время торговли вы видели, что цена подошла к линии тренда. Чтобы вы знали, когда зафиксировать прибыль. Потому что рынок тоже аналогично может это сделать. Чтобы вы вышли из позиции. Либо не заходили, когда на линии тренда будет находиться цена. А так основной цель остается, как раньше мы обсуждали, 105.58. Предусматриваем то, что рынок у нас протестирует. А теперь предусмотрим возможные формирования условий, которые могут повлиять на падение доллара. Здесь, я думаю, видно, у нас формируется фигурка голова и плечи. То есть у нас, смотрите, левое плечо, шея, такая хорошая голова. И вот у нас что-то здесь, видите, правое плечо начинает формироваться. Вот, его видно. Вполне может тоже начать привлекать игроков к началу продаж. Но я озвучил еще в пятницу условия. То, что, смотрите, коллеги, чтобы цена действительно уверенно начала падать, надо дождаться нам пробоя уровня поддержки на дневном. Про вот зеленого уровня нашего тренда. Далее. На четырех часах уже можно предусматривать победение 103.59. В случае его пробоя, то предусматриваем то, что рынок у нас будет двигаться по данному условию. Почему по данному? Оно было ближайшим. Цена у нас, смотрите, когда-то доходила до тех позиций, как вот недавно, совсем там чуть-чуть повыше. Цена у нас, смотрите, падала. Останавливалась на данном горизонтальном уровне. Цена, вы увидите, подтверждала еще с двух сторон. То есть у нас как и поддержка, как и сопротивление. И когда рынок его пробивал, рынок у нас уже уверенно здесь падал. То есть мы предусматриваем, первое, остановку на уровне ценовом 103.35. Вполне как вариант скорректироваться. То есть у нас произойдет пробой восходящего тренда. Рынок попробует вернуться к уровню сопротивления нового нисходящего тренда. И от него уже импульсно попробует двигаться вниз. И вот эта остановка 103.35 вполне для него будет интересна. До какого момента рынок дальше будет падать? Следующей целью это у нас будет вот такой вот у нас немножко поближе. 102.78, 102.80 уровень. И вот тут бы я немножко подождал бы. Больше не продавал бы. Объясню. Потому что мы находимся будем рядом с уровнем поддержки основного тренда зеленого. Потому что цена у нас, обратите внимание, раньше от него отскакивала. И если цена к нему уже приблизится, отскок тоже высоковероятен. Вот. Так что если сейчас будем резюмировать. Мы сейчас предусмотрели с вами как рост, так и падение доллара. И срезюмируя, пока мы находимся в рамках восходящего тренда, даже четырехчасового, то пока приоритетнее рассматривают на покупке условия. Как только будем выходить из него, надо уже действительно какие-то сделать выводы, принимать решения. Вот. В принципе по доллару комментариев я думаю больше нет. Потому что все в принципе вот так вот сформулировано. Все в принципе красиво у нас. Понаблюдаем дальше, как себя поведет рынок на открытии. Особенно перед уровень инфляции. Вполне может даже какие-то треугольники у нас формируются. Это на же, и возьмем, VR Fibonacci. Например, если у нас там линию до 75-го, цена у нас даже если дойдет. Вот тут вот посмотрим. Ну, кстати, он ее и протестировал, если так говорить. Да-да-да, вот 75-го он у нас протестировал. Вполне, кстати, смотрите, коллеги. Может произойти следующая картина. То, что у нас во вторник, понедельник, вторник у нас сможет рынок вот такой треугольник сформировать перед уровнем инфляции. Вот, так что, кстати, вот этот момент еще предусмотреть надо вот так. Обязательно себе тоже построить этот уровень сопротивления. И действительно, вот с ним надо посмотреть, как цена будет взаимодействовать. Вот, так что, смотрите, немножко сейчас я мысль свою подкорректирую. После пробоя 104, вот как мы разбирали, здесь предусматриваем рост, в принципе, как раньше, 104,27. Но, если цена у нас становится на уровне сопротивления, вот, который мы сейчас нашли, предусмотрим разворот. Так что, если что, первый фиксируем прибыль. Когда цена его прорвет, ну да, вот лучше как раз вот за 104,35, потому что здесь цена уже с большей ситуацией прорвет сопротивление треугольника, мы пойдем вверх. Для трейдеров, кто не знает, что за треугольники, о чем мы говорим, давайте немножко сейчас такую информацию. Первая схема, смотрите, коллеги, когда мы видим, когда у нас максимумы идут на понижение, минимумы идут на повышение, это формируется у нас фигура, треугольник, угол, который смотрит у нас вправо. Далее, важно отметить то, что цена у нас в этот момент будет накапливать объемы. И если прорывается у нас, ну, к примеру, верхняя граница, это приоритет на рост цены. Если прорывается нижняя граница, то это приоритет уже на падение цены в этой ситуации. Как это работает на графике тоже, вот посмотрите. Например, вот у нас формируется сейчас, вот треугольник сформирован, видим, как цена у нас вот здесь будет сейчас взаимодействовать, предусматриваем. Вот она, видите, границы свои строят, пробой нижней границы, все, цена переходит в фазу нисходящего тренда. Вот у нас все, рынок, тоже пример, вот треугольничек внутри нисходящего тренда. Предусматриваем то, что если цена у нас, видите, прорывает верхнюю границу, но, важно отметить, мы должны учитывать ценовые максимумы тоже обязательно. И внутри как тренда цена находится. То, что вот если у нас прорывается максимум, например, сопротивление, предусматриваем границы ценовые. Рынок может в рамках нисходящего тренда аналогично больше и приоритетнее двигаться в сторону после треугольника. Вот аналогичный пример у нас на рост, если мы будем брать. Потому что, смотрите, вот треугольник, если формируется, предусматриваем после пробоя, например, поддержки вниз, после поддержки верхней границы, цена после пробить сопротивление двигаться, то, что цена вверх будет идти. Вот здесь, видите, цена у нас пробила верхнюю границу и переходит в фазу восходящего тренда. Мы накладываем линию тренда, чтобы пробился уровень сопротивления нисходящего тренда основного и переходим в фазу восходящего. Двигаемся уже вверх. Вот, давайте возвращаемся дальше. Так, ну, в принципе, если так наблюдать по доллару, это максимально такая подробная картина. Сейчас посмотрим, есть ли какие-то комментарии. Ага, вот пишут. Лина, здравствуйте, здравствуйте, Лина. Ольга, здравствуйте. Добрый-добрый вечер, Ольга. Александр Владимирович, посмотрите, пожалуйста, доллар канадец. Хорошо, постараемся успеть. Сейчас быстренько я себе еще и запишу. Так, у нас попросили золото, серебро еще и серебро. Так, хорошо. Ну что ж, коллеги, всем спасибо, кто досмотрел до конца данный обзор. Также хочется вам рассказать то, что данный обзор был снят у нас в это воскресенье. И на нем мы также со всеми моими зрителями мы рассмотрели дополнительные инструменты, такие как фунт-доллар, доллар-японец, золото, серебро. Мы нашли много точек куда в рынок на предстоящую другую неделю. Так что, если вам интересно посмотреть полный обзор, в описании под видео переходите на социальную сеть YouTube моего канала и зайдите в вкладку «Трансляции». Последняя трансляция, которая у нас была в это воскресенье, вы на нем можете знакомиться с большим количеством инструментов и с большим количеством точек куда в рынок. Ну что же, желаю вам как можно больше тейк-профита. С вами был Александр, до встречи, пока-пока.